МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Циркуль, а ты не видел, куда убежал мой кот? Я прекрасно помню, что вчера он стоял вот здесь, на клетке Ф3. Или Ф5. Циркуль! Ты зачем моего коня сгрыз? Что, ой, конь? А-а-а, просто он такой деревянный, его погрызть было приятно. Ну, спасибо тебе. Теперь я уже не вспомню, где он стоял. Да поставь куда угодно, какая разница. Или заново начали набирать. Заново? Нет, он предлагает мне начать заново. Тогда это будет уже совсем другая партия. Впрочем, передача начинается. Здравствуйте, ребята. Привет, привет! Ну, прости. Я просто думал, если количество фигур всегда одинаково, и ходят не всегда по правилам, то всё можно повторить. Знаешь ли ты о том, что хороший шахматист, прежде чем сделает ход, анализирует десятки, а иногда и сотни возможных вариантов развития событий на доске? Вот если я поставлю фигуру, ну, скажем, вот так, то дальше будет разворачиваться одна история. А если вот так, то совсем другая история. Как интересно. А сколько всего можно сыграть в шахматных партии? О-о-о! Над подсчётами этими математики бьются уже давно. Точный подсчёт всех шахматных партий немыслим. Однако я, пожалуй, могу познакомить тебя и наших телезрителей с приблизительным подсчётом всех этих партий. Эту попытку предпринял бельгийский математик Морис Крайчик. Он рассуждал таким образом. При первом ходе белые имеют выбор из 20 ходов. 16 ходов восьми пешек, каждый из которых может передвинуться на одно или на два поля и по два хода каждого коня. Ведь другие фигуры пока не могут взвинуться с места. На каждый ход белых чёрные могут ответить одним из тех же 20 ходов. Сочетая каждый ход белых с каждым ходом чёрных, и мы имеем... 400 различных партий после первого хода с каждой стороны. Но после первого хода число возможных ходов увеличивается. Для упрощения расчёта Крайчик предлагает держаться следующих средних чисел. по 20 возможных ходов при первых пяти ходах и по 30 возможных ходов при последующих ходах. Также он учитывает, что среднее число ходов нормальной партии равно 40. Составим вот такой пример, который позволит вычислить количество различных шахматных партий. 20 умножить на 20 в пятой степени, и всё это умножить на 30, умножить на 30 в 35 степени. Это как раз возможные ходы. Ой, это что же за число такое? Миллиарды? Биллионы? Гораздо больше. 10 в 116 степени. Если дописать к нему все полагающиеся нули, оно будет выглядеть вот так. 1 из 116 нулей. И как же такие числа называются? 10 в сотой степени называется Гугл. Кстати, именно от него и произошло название известной системы поиска Гугл. Представьте себе, если бы всё население земного шара занималось только тем, что играло в шахматы, делая ежесекундно по одному ходу, то для того, чтобы исчерпать все возможные шахматные партии, такая игра должна была бы длиться не менее гугловиков. То есть вот сколько. Вот такие огромные числа называют астрономическими. Они получаются в итоге астрономических подсчётов, скорости света, расстояния между планетами, ну и так далее. Например, вес Земли можно записать в тоннах вот так. И так полдня уйдёт только на то, чтобы нулисосчитать. Именно поэтому, чтобы не ошибиться, нули у астрономических чисел записываются в виде показателей степеней. Например, тысяча. Это 10 в третьей степени. Сколько в числе нулей, такая у него и степень. У миллиона 6 нулей, значит, его мы запишем как 10 в шестой степени. А как это называется? Самое-самое большое число такое. Хм-хм, давай посмотрим. Ну, с числом гугл ты уже знаком. А вот число в сотни раз большее, чем гугл, называется гуглплекс. И смотри, как оно записывается. Вот так. Впрочем, есть и ещё большие числа. Они называются мегистон, мозер, число грэма, стасплекс. Но чтобы вычислить их, потребуется как минимум окончить школу и поступить в математический вуз. Ну, если есть такие большие числа, то, наверное, есть и маленькие, как раз для таких хомячков, как я. Хм-хм-хм. Конечно, есть. Маленькие числа называются в математике числами-карликами. Ими пользуются микробиологи и медики. Ими измеряют размеры элитроцитов или вес какого-нибудь микроба. Только если у астрономических чисел нули стоят позади, то у чисел карликов нули стоят спереди. Например, самые лёгкие из атомов, атом водорода, весит всего 0 целых... Словами прочесть это число можно так. Внимание. 165 сто септилионных грамма. А электрон весит почти в две тысячи раз меньше. Во всех этих дробях числитель невелик, но запись числа громоздка. Поэтому математики условились записывать их также с помощью показателей степеней. Но перед показателем ставить знак минус. Тогда, например, вес электрона мы сможем записать как 85 умноженное на 10 в минус 29 степени. И произносить легче, и нули считать не надо. А у нас новое письмо. Саша Фомин из села Красное пишет. Дорогие ведущие, у нас в селе есть река. Мне ее нужно точно измерить, чтобы знать, с какой длины делать рыболовные сети. Но как ее измерить, я не знаю. Можно ли это сделать? Очень поможете. Люблю практические вопросы. Сразу понятно, как наука может помочь. Кстати, она может помочь? Конечно. Саша, будь внимательным, потому что сейчас я тебе расскажу, как измерить ширину реки с помощью свойств прямоугольного треугольника. И при этом тебе не понадобится ни в лодку садиться, ни руки-ноги мочить. Только для этого тебе потребуется смастерить небольшой и очень простой прибор для измерений. Сделать его можно из дощечки или картонки и трех булавок. На этой картонке мы строим равнобедренный прямоугольный треугольник. В вершины этого треугольника вставляем три булавки. Вот так. Наш прибор готов. Итак, встань у воды. Ну, предположим, что передо мной протекает твоя река. На противоположном берегу найди для себя какой-нибудь ориентир и встань прямо напротив него. Вот для меня ориентир – это камера. Закрой один глаз и совмести две вот эти булавки. После того, как они совпадут, отметь место, на котором ты стоишь. Ну, например, воткни в землю палку. Сейчас мы немножко подготовимся. И так. Теперь, не двигая вот эту дощечку прибора, посмотри вдоль других кнопок. Вот этих. То есть перпендикулярно прежнему направлению. Теперь ты должен идти вот по этой прямой, на которой находится замеченный тобой куст. Но прибор ты должен держать в таком положении, чтобы вот эта дальняя зелёная кнопка всегда оставалась на одной линии с намеченным тобой ориентиром. В моём случае это камера. Смотри на него постоянно, пока не замечишь, что твои булавки на приборе совпали с точкой на противоположном берегу. А теперь просто измерь расстояние между своими двумя позициями. Между этой и той, где была воткнута палка. А так как треугольник-то у нас равнобедренный, то и расстояние от твоей первой точки до другого берега будет точно таким же. А ширина реки будет равна этому расстоянию. Саша, надеюсь, теперь ты сможешь сделать правильные рыболовные сети. А теперь циркуль-задачка специально для тебя. Ты же тоже любишь ворон считать. Не ворон, а воробьёв. Ну, а это задачка о двух приятелях, которые считали прохожих. Итак, двое приятелей в течение часа считали всех прохожих, которые проходили мимо них по тротуару. Один из считавших стоял у ворот дома, а другой прохаживался по тротуару вперёд и назад. Кто же насчитал больше прохожих, а? Ну и задачки у вас. Даже без цифр. Уж какие есть милейшие. В алгебре вообще бывают задачки, в которых одни неизвестные. Итак, ребята, у вас уже есть ответ? У меня нет. Оба приятеля насчитали одинаковое число прохожих. Действительно, тот, кто стоял у ворот, считал следовавших в обе стороны. Зато тому, кто ходил, навстречу попадалось вдвое больше людей. Ну, а нам пришла пора прощаться, мои будущие Архимеды. Пишите письма и присылайте их по адресу 109-147 Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». А также оставляйте свои комментарии на нашем сайте тройная-дабл-ю-радость-моя-точка-ру профессору Круглову. До новых встреч! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова